Рисунок короны. Никакие ветра, никакие холерные вьюги, не уронят тебя с белокаменной чистых высот. Петербургский трамвай разрезает, как масло, недуги и уходит в Петровскую хмарь под небесных болот. Город смерти считает сурово, печально и хмуро, как старик, опадая на камни надежд с сединой. Но средь снега все выше и звонче сияет фигура белопенного ангела, нежной своей белизной. Лик в молчании немом обещает народу спасение, расправляя над небом защитные крылья свои. Но кого-то опять понесут хоронить в воскресенье, сквозь смоль сфинксов ночи, где слепые все глуши огни. Обжигаясь о снег, мальчик смотрит на Невскую, просит на сагбенность мостов, на сутулость усталых домов. Мама тихо ушла, не прощаясь, кровавую осень под холодной другой, но божественно чистый покров. Ваня пятую зиму стирает, рыдая о камне, на подошвах оставив и слезы, горечь и грязь. Вирус смерть вытирает с безжалостной тысячной сабли, проскользнув ограждение садов. Эту летнюю вязь в паутине имперской рисует косую корону, словно призрак аллеи в немом содрогании стадой. Ангел смерти сквозь шпили прорвется должно быть Верону, а быть может Венецию, северным демоном старым, оставляя возмездие росчерком, гаснущим в окнах, эрмитажных глазницах, молящим в ночи о спасении. Город бледно, но твердо перчатками вымоет стекла, поднимаясь с колен, вновь поверив в свое воскресенье. Ну, хорошо. Мам, я вот еще две носу. Вот, ну вот все-таки, да, и сарагишка пробивается сквозь землю, поэтому я думаю, что прорвемся.